Специалисты различных сфер региона делятся своими опытом и знаниями. Открытые лекции 2.0 для студентов проходят на Камчатке. Первое о региональной экономической политике рассказала зампред правительства края Юлия Морозова. Она представила слушателям основные экономические показатели региона. Мы закончим этот год с рекордным ростом промышленного производства. Он вырастет у нас промпроизводство на треть. Это очень крутой показатель. И еще раз повторюсь, это, конечно, рыбаки. Это путина. У нас хороший очень рост демонстрируют в этом году обрабатывающие производства. Это не может не радовать. Здесь тоже очень важную роль играет уже рыбообработка. Вот сказывается на этом показателе. Добыча полезных ископаемых уже по итогам 9 месяцев плюс 35%. Ввели месторождения, которые стояли предыдущие годы. А с этого года они заработали и начали уже показывать первые результаты. Это главная причина того, что добыча так подросла. Сельское хозяйство растет, грузоборот транспорта растет, ввод жилых домов дает хорошие результаты. Юлия Морозова отметила, что традиционно ведущей отраслью региональной экономики является рыбохозяйственная. Одной из наиболее динамично развивающихся – туристическая. Так, по предварительным данным, в этом году туристический поток составляет около 380 тысяч человек. Отметим, что лекции, раскрывающие основные направления социально-экономического развития полуострова, будут проходить еженедельно по субботам в ноябре и декабре с 10 утра до 13 часов на базе КМГУ имени Витуса Беринга по улице Ленинская, 69. Открытые лекции 2.0 – это возможность для студентов познакомиться с опытом и знаниями высококвалифицированных специалистов, а также задать интересующие вопросы и обсудить актуальные темы с экспертами. Мероприятие открыто для всех студентов и преподавателей региональных вузов. Студенты, которые прослушают полный курс лекций, входящий в программу повышения квалификации «Трансформация государственного и муниципального управления в Камчатском крае», получат удостоверение установленного образца от КМГУ имени Витуса Беринга.